Этот зал уже давно под пристальным вниманием не только местных жителей, но и сотрудников полиции. К углосудочным в это помещение приходили любители острых ощущений, а точнее игровых автоматов, которые у нас, как известно, запрещены. На территории московского района города Калининграда регулярно проводятся рейды по обнаружению незаконного оборота игровых автоматов. Так, 8 числа на переулке Батальном было изъято 10 игровых консолей и направлено на исследование. Полицейские постоянно проверяют эту точку, но специфику работы владельца игровых автоматов менять не торопятся. Сколько профилактических редов проводилось в этом зале, сказать трудно. Владелец сдавала в аренду помещение, но кроме незаконного тут почему-то ничего не получалось. Я уведомила своего арендатора о досрочном расторжении договора о аренде. А что дальше получилось? И все, арендатор не уезжает. Я сказала, освобождайте мое имущество, мое помещение. Но в законном праве. Владельцу помещения арендаторы устроили настоящую войну. Покидать теплое местечко никто не хотел, как и то, чтобы их снимали на видеокамеру. Только не надо снимать. Хорошо? Мы все фиксируем. Так вот фиксируйте, спрашивайте, а потом фиксируйте. Расскажите, что произошло. Я говорю, камеру уберите. Я фиксирую, что происходит. Я фиксирую. Посмотрите вот на эти кнопки. Ну? Что это за кнопки? Без понятия. То есть не обращали внимания, что делали клиенты, да? Мое дело просто, чтобы имущество было в порядке. Ничего не переломано. Полицейские в очередной раз изъяли у настойчивых игроманов компьютерное оборудование и консоли, с помощью которых любители поиграть постоянно рисковали своими накоплениями. В отношении владельцев оборудования проводится проверка, а впоследствии за организацию мини-Лас-Вегаса на Батальном переулке им придется заплатить штраф. Продолжение следует...